Не знаю как вы, но наверное за себя лучше скажу. Я наполнен радостью и принимаю этот день как подарок от Господа. Это для меня самый первый праздник, потому что этот день сотворил Господь на радость нам и веселье. И если мы будем в этой жизни стараться прежде всего с самого раннего утра наполняться Духом Святым, то действительно абсолютно все в этой жизни мы будем видеть правильно и будет за что благодарить Бога всегда. Ну и второе, за что я очень радуюсь и благодарен Богу за то, что сегодня как-то по-особенному вспоминают наших женщин, мам. Вот я думаю любая девочка, когда подрастает, она становится мамой. Поэтому кто уже есть мамой или девушки, женщины, даже кто еще совсем маленький, я лично всех поздравляю с этим прекрасным днем. Но в первую очередь мам. Мам. И это действительно большой праздник для меня и для вас. И я хочу, чтобы мы встали на ноги и мы прославили Бога за Его великую милость, за Его благодать, за Его поддержку. И мы будем славить Бога. Отец Небесный, мы прославляем Тебя, просим Твоего благословения. На этом месте, Господь, мы говорим о том, что все это время, оно посвящено Господу Иисусу Христу. Мы благодарим Тебя, Иисус, за искупление и оправдание. Благодарим Тебя за милости Твои, за то, что мы сейчас в храме Твоем. Аминь, Господь. Аллилуйя. 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 Господь, во святом храме Твоем промолчит, вся земля перед Ним. Господь, во святом храме Твоем промолчит, вся земля перед Ним. Господь, во святом храме Твоем промолчит, вся земля перед Ним. Слава Тебе, Царь, небесы земли, Слава Тебе, Бог, во веки веков. Слава Тебе, Царь, небесы земли, Слава Тебе, Бог, во веки веков. Господь, во святом храме Твоем промолчит, вся земля перед Ним. Господь, во святом храме Твоем промолчит, вся земля перед Ним. Слава Тебе, Царь, небесы земли, Слава Тебе, Бог, во веки веков. Господь, во веки веков, Господь. Слава Тебе, Царь, небесы земли, Слава Тебе, гадто, небесы земли, Слава Тебе, Бог, во веки веков. Слава Тебе, Царь, Небесной земли! Слава Тебе, Бог, вовеки веков! Слава Тебе, Царь, Небесной земли! Слава Тебе, Бог, вовеки веков, Господь! Добро пожаловать в Церковь Смирна! Добро пожаловать в Церковь Смирна! Приятно быть в Доме Господнем! Сегодня очень прекрасный день! Сегодня день, который мы почитаем наших матерей! Этот праздник, этот день, он не имеет христианские корни! Но Богу очень приятен этот день! Потому что многие вещи, которые написаны в Его Слове, Они нас учат, что мы должны любить наших матерей! Мы должны их уважать! Я думаю, этот день Бог использует, чтобы почтить наших матерей! Сначала, Пятая заповедь хочу поделиться! Кто любит Пятую заповедь? Кто ее знает? Почти отца, мать и отца своего! Этот день очень подходит к этой заповеди! Я думаю, что Бог использует простых людей, которые создали этот праздник для Его воли! Я искал историю этого праздника! И в Америке он начался примерно во время Гражданской войны! Или чуть-чуть позже! И матеря, они теряли своих сыновей! Они собирались вместе и пытались организовать какую-то общину матерей! И они очень пробивали, чтобы установить эту дату, этот праздник! И позже они этого добились, и вот мы теперь здесь! Почему я думаю, что это очень классно? Потому что я не думаю, что все, кто работали над этим праздником, они были верующие! Но некоторые, я уверен, что были верующие! И вот мы здесь! Кто здесь? Пожалуйста, матеря, поднимите руки свои! Кто здесь? У нас много мам! 70%? Хорошая! Пятая заповедь говорит, чти мать и отца своего! Это не точно значит твою маму или твоего отца! Это может тоже распространяться к другим! Я хочу, чтобы все, кто подняли руки, я хочу, чтобы люди вокруг них сказали им, да благослит тебя Господь! Прямо сейчас! Прямо сейчас! Скажите матерям! Потому что сегодня это такой день! Аминь! Аминь! Я хочу тоже прочитать книгу Исход, 21 стих, 21 главу, 17 стих! Это Старый Завет! Тогда было чуть-чуть построже! И здесь говорится о проклятиях и благословениях, что случалось бы с людьми! И здесь тоже написано в 17 главе, кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти! Сегодня мы так не поступаем! И Иисус Христос пришел и дал нам прощение! И это супер! Но это остается в силе то, что Бог не хочет, чтобы мы проклинали наших родителей! И я виновен этого, я виновник! Очень часто было! И только из-за моей матери я мог прийти к Иисусу! Я думаю, это просто великолепно, как Бог использует наших матерей в наших жизнях! Я хочу, чтобы все кратко сейчас помолились! В разуме, не надо вставать! Просто поблагодарите Бога! Простите прощения за все, что мы сделали плохо или вредно нашим матерям! Потому что раньше за эти вещи людей предавали казни! А если мы читаем чуть дальше, в 13 главе Коринфянам с 4 по 7 стих, здесь чуть-чуть радостнее! Здесь говорится о любви! Потому что когда мы чтим или уважаем кого-то, это не значит, что мы их любим! Но когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он нас научил любить! И Он нам показал Свою любовь, когда умирал за нас на кресте! И наши матеря, они нам сегодня показывают ту же самую любовь! Я не мать, я не знаю, как это! Но я могу это видеть! И это великолепно! И вот книга Господняя говорит! Коринфянам 13, 4-7 Любовь долго терпит, милосердствует, Любовь не завидует, Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине! Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит! Любовь никогда не перестает! Можно сказать, что любовь – это идея сумасшедшая! Она позволяет нам делать вещи, которые по-человечески невозможны! Вы слышали такую историю раньше? О той истории, когда сына прижала машина! Это не из Библии, это жизненный рассказ! И так легенда гласит, что мама взяла, подбежала и приподняла машину! И я поискал эти истории, навел сведения! И я увидел, что многие из них – это правда, является истиной! Но из того, что я нашел! И я уверен, что каждая мать в то время молилась Богу! Потому что они любят детей так сильно! И Бог дал им силу переносить такие! Это просто непостижимо! Я просто хочу, чтобы все поняли, насколько их матеря их любят, и насколько моя мама меня любит! Потому что в моей жизни я не хотел следовать плану Божьему! Я выбрал другой путь! Но моя мама всегда была рядом! И потому что вот эти все качества любви… Вы из-за этих всех качеств вы меня видите и слышите здесь! И это только из-за любви моей мамы и любви Иисуса Христа! Я думаю, что самая сильная любовь в этом мире – это Иисус Христос! А следующая наравне – это Матери! Пожалуйста, помните во время этого дня, что наши матеря нас любят очень-очень сильно и крепче! И мы должны их любить в ответ еще крепче! Да блестит вас Господь! Матери! Матери! ПЕСНЯ 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 она напевает нам скучно вдвоем никогда не бывает все свои секреты не только за это люблю свою маму скажу я вам прямо но просто за то что она моя мама дорогие мамочки мы вас поздравляем с праздником желаем вам добра и счастья чтобы у вас всегда была улыбка на ваших летчиках мы хотели для вас когда когда хотели спеть хотели слать вам показать и бабушкам и мамам ну получились к сожалению технические неполадки но вы просто подпевайте с нами и пусть вас благословит а Как всегда поцелуешь тебя И улыбка согреет меня От порядок ты со мной В мире светло И спокойно на душе И спокойно на душе В мире только мы Все и я Я даю ко мной мой ангел Мама моя Моя мама могучая на свете А на мне как солнце Жизнь в свете Мама самый лучший В мире друг Так люблю Тепло ее ярую Моя мама Лучшая на свете А на мне как солнце Жизнь в свете Мама самый лучший В мире друг Так люблю Тепло ее яру Мама 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 моя Мама Мама моя Мама 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 В сердце любовь навсегда остается Мама и дочка, они так похожи Мама и дочка, две подверги солнца Детство уходит, уходит и все же В сердце любовь навсегда остается Поздравляем всех, мам! Есть в этом мире большой Так много слов важных самых Но среди всех важных слов Есть первая главная мама Есть месяц других, он важней Пусть это покажется странным В мае родилась моя мама Самая лучшая мама Самая лучшая мама земли Самая добрая, светлая, самая Мы так гордимся, что именно ты Именно ты и наша мама Спасибо за руки твои За то, что заботой у нас окружила И свет своей доброты И весь этот мир нам подарила Прости нас за то, что порой Бывает тебя обижаем Спасибо за то, что душой Всегда за нас переживаешь Ты чувствуешь лучше других Свет радости, горечь, обмана И в мире не больше таких Ты самая лучшая мама Самая лучшая мама земли Самая добрая, светлая, самая Мы так гордимся, что именно ты Именно ты, наша мама Спасибо за руки твои За то, что заботой у нас окружила И свет своей доброты И весь этот мир нам подарила Оставайся такой же красивой Активной и молодой Пусть будет безоблачно синим Небо над судьбой Желаем здоровья и сил Пусть муки тебя окружают Пусть все, что задумала ты Жизни всегда исполняет Самая лучшая мама земли Самая добрая, светлая, самая Мы так гордимся, что именно ты Именно ты, наша мама Спасибо за руки твои За то, что заботой у нас окружила И свет своей доброты И весь этот мир нам подарила Субтитры создавал DimaTorzok Слава Господу, братья и сестры Руслан, спасибо за песню Расстрогало, напомнило Я думаю, что каждый, кто уже имеет матерей Вспомнили свою маму Может быть у кого-то она уже ушла в вечность Но мама всегда остается в сердце Слава Богу за это Я искренне поздравляю всех вас, дорогие мамы И даже поздравляю девушек, которые, может быть, еще не мамы, но Так Бог определил, что однажды вы станете мамами И вы поймете, что это такое быть матерью И пускай Бог благословит, чтобы доброе, прекрасное всегда было в вашей жизни Мы желаем, чтобы Бог вас обильно-обильно благословлял И самое главное, что во всех отношениях, во всех проблемах У вас есть Тот, Который действительно вас может понять Это наш Бог Который может выслушать вас Может понять вас Может утереть слезы ваши И дать вам радость Слава нашему Господу, братья и сестры Слава нашему Богу И сегодня мне бы хотелось коснуться очень интересную тему Дай Бог мне мудрость ее сказать Потому что она такая немножко, знаете, такая тонкая тема Но я думаю, что с Божьей помощью мы сделаем то, что мы можем сделать Я называю эту тему, она называется «Секрет женской красоты» Почему-то апостол Павел и апостол Петр Они коснулись этой темы Какая должна быть истинная женская красота? Вы знаете, вникая в Слово Божье, мы почти не найдем места о том Что какой должен быть красивый мужчина, правда? Ну почему-то так, ну нету такого Вот именно все, что касается о красоте Какая должна быть женщина красивой и прекрасной Именно касается почему-то о женщине Почему-то Петр уделил этому особое внимание в послании Это первое послание Петра И апостол Павел уделил также об этом внимание в послании Тимофею Это первое послание Тимофея Но если коснуться мысли, что действительно для женщины красота имеет очень большое значение Она не может прийти просто так и даже выйти просто так на улицу Вот так вот, как может выйти мужчина Потому что, возможно, это заложено Богом Женщина очень внимательна к себе И женщина всегда хочет быть красивой Несмотря на, может быть, старость, которая бы Она всегда хочет быть красивой и выглядеть очень хорошо Перфект Но И поэтому апостол Петр Как раз указывает или направляет нас на одну очень интересную мысль В чем должна быть красота женщины? Какой приоритет или какое первое место должно стоять в сердце женщины в отношении красоты? И вот послание Петра, 3 глава, с 3 и 4 стишка Бог открывает эту тему через апостола Петра Он хочет показать женщине важность красоты и в чем она является Он говорит так Прежде чем разобрать это место, я хотел бы как бы пойти к источнику или как бы начать немножко сдалека Знаете, у каждого человека есть понятие красоты, правда? Бог создал так, что каждый человек посмотрит, допустим, на вот эту подсветку Скажет, я вижу в ней красоту И самое главное, что он найдет ее множество оттенков своей взгляда Что она красива по-своему Это нормально, почему? Потому что Бог дал человеку способность ценить красотой Бог дал это возможность, потому что Бог создал человека И знаете, что возможно у каждого человека есть даже свой подход в отношении красоты У каждой женщины есть понятие своей красоты У каждого мужчины есть понятие своей красоты Но знаете, Библия нам показывает, что Бог тоже имеет понятие и ценности о своей красоте И самое главное, что мы должны понять, что многие люди говорят Знаете, в общем-то красота это понятие субъективное То есть, иными словами, для одного красиво одно Для одного красиво другое Красиво так, для тебя так И поэтому давайте не будем обращать на это внимание, что есть красиво Или что есть женская красота в отношении, допустим, женщины Это лично субъективное понятие может быть мужа Или друга, товарища и прочее, прочее Но знаете, что Библия говорит? Библия показывает, что в действительности нам Библия дает эталон понятия Что такое является женская красота И в чем она является, эта женская красота И мы должны понять, что источником красоты является сам Бог И Кизляст, когда увидел, из чего сотворен мир Посмотрел на то, что мир не просто так хаотически сотворен А в каждом творении, начиная от маленькой снежинки, в ней есть красота Горы, леса, поля, реки Все отождествляет красоту и величие И это показывает, что Бог, Он иисценитель красоты Он знает, что такое красота И Кизляст говорит в своем послании, это 3 глава, 11 стих Все соделал Он прекрасным в свое время А другое место нам открывает тоже очень интересную истину Знаете, я когда раньше читал его Я думаю, что это касается только в отношении творения Но я думаю, что это место как раз нам открывает еще вот очень важную мысль Что Бог сам по себе красив Бог сам по себе красив Почему? Потому что, если вы, допустим, Он творил все прекрасное Сам человек, все творение То не может творящий быть совершенно другим Он, возможно, более прекрасен и более величественен, чем мы даже с вами люди Он имеет некую свою красоту И вот Псалом, 26-й, 4-й стих говорит такие слова Одного просил я у Господа, только одного ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем Во все дни жизни моей Созерцать красоту Господню И посещать храм Его Бог есть истинный источник всякой красоты Поэтому апостол Петр и уделяет особое внимание в отношении красоты женщины Я напоминаю, он пишет Да будет украшением вашим И причисляет Что драгоценно пред Богом Бог ценит ту красоту, братья и сестры Что, может быть, порой мама не ценит Бог видит ту красоту Порой, может быть, даже люди не видят той красоты И Бог является объективным ценителем красоты Потому что Он создал все живое, женщину и человека И самое главное Притом Он повелевает быть красивым Не каждой женщине на свой вкус Так как ей, может быть, нравится Так как ей, вроде бы, подходит Но Он предлагает быть красивым В соответствии с того, что Бог считает красивым и драгоценным Интересно такое исследование Когда мы читаем это место, что Да будет украшением вашим Вот слово украшение, что это означает? Вы знаете, если взять с греческого языка Это слово говорит космос Может быть, поэтому и произошло слово косметика от этого Интересно, космос и косметика Может быть, оно стало космосом косметика Потому что слишком косметические цены На всякое хорошее изделие, которое украшает женщину И вот, что говорит нам В частности, космос Это подходящая и гармоническая аранжировка Или устройство Управление, орнамент, декорация, украшение То есть, в том слове, где говорит апостол Петр Да будет украшением вашим Можно прочитать так Да будет космосом вашим, жены Что? Это управление, орнамент, декорация, украшение, гармония, порядок, совершенство То есть, апостол Петр ясно дает понятие мысли Что для женщины красивость или красота, украшение Это не просто что-то одеть на себя Не просто приложить какие-то украшения к себе Но в этом должен быть какой-то орнамент В этом должна быть какая-то красота Должно быть какое-то совершенство Должна быть какая-то гармония И нам простой пример Если посмотрим мы на небо Как раз звезды являются орнаментом неба Если бы не было звезд, то мы посмотрели бы И увидели бы просто темноту Темное пятно, красиво, нет? Но всякий раз, когда сегодня мы выходим в ночное время Когда мы поднимаем голову к небу Особенно там, где на кемпах Или куда-то уезжаем вдаль от городской суеты Когда нет лишнего освещения Мы видим, как прекрасно Бог украсил небо Как прекрасно смотрятся небеса Ты смотришь на них И тебе хочется смотреть Ты не устаешь от этого взгляда в космос Это может быть нечто подобное Апостол Петр показывает Что женщина должна украшать себя так Что глядя на нее Человек видел в ней совершенство Устройство, гармонию и красоту Чтобы человеку, глядя на женщину Было приятно смотреть Итак, есть интересное тоже понятие светское Что такое красота Я хочу также прочитать ее Это эстетическая категория Обозначающая совершенство Гармоничное сочетание аспектов объекта При котором последний вызывает у наблюдателя Эстетическое наслаждение Сильно сказано, правда? То вот Писание как раз говорит, что Когда женщина должна украшать себя так Чтобы глядя на нее У нас было эстетическое восприятие И нам было приятно смотреть на женщину В том, что она одета И чем она себя украшает Чтобы это была гармония Пускай Господь благословит, братья и сестры А противоположностью красоты является безобразие Братья и сестры, я вас не утомил еще, не? Не, не утомил Пускай вас благословит Я так говорю, вы слушаете или Не могу понять реакцию Хорошо, пускай благословит Итак, понятие красоты Мы поняли, что такое Как должна себя женщина украшать Но это не все Ведь если, допустим, посмотреть момент Когда Бог творил вселенную Творил все Это было все прекрасное совершенство И вот кто нарушил понятие красоты? Его нарушил дьявол И самое интересное, что Когда Бог сотворил все прекрасное Он сотворил этого архангела Денисуса Назари Писание говорит о том, какой он был красив Я не буду зачитывать это место Но я просто напомню Ты, говорит, есть печать совершенства Ты ходишь среди огнистых камней Он был очень красив Он был очень прекрасен Но когда нашелся грех Когда прошел грех в его сердце Понятие красоты поменялось Я, знаете, не думал никогда Почему-то сегодня дьявола Рисуют в таком состоянии С рогами, страшный Может быть, он и не поменялся В своей красоте Но его красота Стала злом против Бога Когда он увидел себя таковым Он отошел от Бога То именно во время падения Он нарушил гармонию с Богом И самое главное, что он приписал Свою красоту к своему достижению Что это он такой И он стал определять, что красиво А что некрасиво И, знаете, да, если посмотреть По сути, если при наличии Определенной гармонии в человека Мы можем посмотреть Да, действительно, человек может быть красив Красиво одеваться Но если он отдалился от Бога Если он ушел от истинного Творца Который есть ценитель красоты Он становится неприятный И, может быть, вы слышали Такие интересные изречения Как вызывающая красота Вы встречались с таким выражением Или бесстыдная красота Или гордая красота Именно оторванность от Бога Возможно, прекрасную женщину Прекрасного мужчину Может сделать бесстыдным В красоте своей Гордым в своей красоте Потому что источником этой гордости И гордыни стал именно дьявол Именно он нарушил Оторжественность Божьей красоты В человеке Ибо он дал возможность Человеку уйти от Бога И все это нам показывает Какими бы красивыми Не были люди Как бы, может быть, они не одевались Очень красиво Но все это может быть мерзким И неприятным Я вам приведу пример Простой пример Если стоит человек красивой наружности Очень красиво одетый Стильно одетый И мы даже слышим Что он очень воспитанный Культурный человек Мы видим, что Его речь очень правильно поставленная Он может правильно подать руку женщине Он может правильно провести Он может правильно стать С этой стороны правильной Когда садится женщина за стол И вы начинаете видеть в нем Ту красоту и влюбляетесь Ну, в хорошем смысле слова Какой прекрасный человек И если придет немножко времени И этот человек сделает вам зло Он обманет вас Он обворует вас То вся эта красота превращается в зло Вся эта красота превращается в зло И самое интересное Заметьте, что После грехопадения Человек не изменился В такое состояние Что он был прекрасный И вдруг стал некрасивый Но если посмотреть на человека Я стою И вы посмотрите Все гармонично Нос на своем месте Глаза на своем месте Руки Правильной длины Ноги правильной длины Все гармонично И самое интересное Сегодня ученые Пришли к такому моменту Что есть такая Интересная Я смотрел документальный Называется Золотое сечение То есть Человек создан пропорционально Если вы заинтересуетесь Посмотрите этот фильм Он называется Золотое сечение То есть Все идет в пропорциональности Даже растения растут И то в пропорциональности И буквально Если человек хочет Сделать Чтобы здание Выглядело красиво Чтобы сооружение Выглядело красиво Если он использует Эту форму Золотого сечения Оно будет выглядеть Прекрасно И человек действительно Остался таким Как он есть Он прекрасен Ничего не поменялось На вид посмотришь Красивый человек Но После грехопадения Получились Немножко Неправильные Расценки Расстановки И когда сегодня люди Строят красивые города Но эта красота Превращается в зло Потому что В этих городах Просветает грех В этих городах Просветает зло Может быть Сегодня люди Могут очень красиво Одеваться Очень красиво Себя украшать Различными украшениями Но Если они оторваны От Бога То эта красота Она разрушает человека Он одевается Или для того Чтобы возгордиться Перед другими Или может быть Даже соблазнять Других Своей красотой Поэтому Если женщина Сегодня Идет к Богу Она должна знать Что Бог Есть настоящий Истинный Ценитель красоты Ему приятно Когда женщина Одевается Красиво Ему приятно Когда женщина Одевается гармонично Но Женщина должна Понять Если она Отойдет от Бога То та красота Которая должна быть Добром И благословением Может послужить Злом И Самое интересное Перезобилие этой красоты Мир не становится лучше Мы видим Что сегодня Мир все Скатывается Все Ниже Ниже И ниже Стало больше зла Стало больше Непочитания Появились Различные Болезни Как такого слова Как депрессия Еще если взять 20 лет тому назад Мы даже не слышали В нем Что такое депрессия Хотя люди Может быть Жили Особенно Взять христиан Жили в гораздо Тяжелых временах Гораздо Сложнее было Выжить Особенно Христиане Это были Люди Которых Презирали Но почему-то Они способны Были преодолевать Все то Что сегодня Вдруг появляется Депрессия При изобилии И благословении Потому что Красота Которая Оторвана От Бога Она становится Служителем Зла И слушателем Греха Итак Это красота Красота Это гармония А главный элемент Красоты Это гармония С творцом И Бог Есть Истинный гений Красоты Во всех сферах Бытия Поэтому Красиво то Что гармонично С ним Аминь Красиво то Что гармонично С ним Знаете Древние философы Тоже Понимали Суть красоты И Сократ И Платон Говорили о том Что красота Это самое главное А один наш Русский поэт Достоевский Сказал даже Красота спасет мир Да Они были В правильном направлении Они правильно понимали Что красота Преобразует человека Красота Изменяет человека Если человека Учить И показывать красоту Картин Красоту Указывать на эти тонкости Человек становится лучшим Но они не понимали главного Что вся красота При оторванности от Бога Она теряет весь смысл И как я уже сказал Эта красота Может служить Греху и беззаконию Поэтому Пускай Бог благословит Каждого из нас Чтобы мы понимали Что Женщина Красива Лишь только В Боге Итак Я хочу вернуться К этому месту Это третья глава Петр пишет Да будет украшением вашим Ни внешней плетей Ни волос Ни золотые уборы Или нарядность в одежде Но сокровенный сердце Человек В нетленной красоте Кроткого И молчаливого духа Что Драгоценно Пред Богом И это место Оно Не говорит запрет О какой-то О какой-то Внешней красоте Оно не показывает запрет Но просто оно показывает И показывает Авторитет Или Значимость Что главное Он говорит Не Главное то Чтобы внешность Но Главное то Что в середине И самое главное Что Внутренняя красота Она является Драгоценностью Пред Богом Это ценит Бог Он на это Обращает Больше Внимания Понятное дело Я не говорю о том Что женщина Не должна себя Как-то Одеваться красиво Украшать себя Нет Она должна Наблюдать за собой Она должна делать Так Чтобы было действительно Красиво Но не это Есть приоритетом В глазах Бога А приоритетом Есть Внутренняя красота И поэтому Если женщина Имеет Эту красоту Тогда она становится Действительно Прекрасной И красивой Как пред Богом Так и перед всеми нами И смотрите Что говорит Солом 44 14 стих Вся слава Чери царя Внутри ее Одежда ее Шита золотом И заметьте Что это Показывает прообраз Дочери царя Она могла Одеваться В сшитое золото Она могла Одеваться В прекрасной одежде Но красота ее Не в этом А в чем Внутри То что есть Внутри У женщины Это есть Ценность Это есть красота Это есть то Что должна Женщина достигать И Не забывать Первое Должна быть И внешне Атрибутика Орнамент Космос Должен быть Тоже Прекрасный И наоборот Если Женщина Безобразна Внутри То как бы Она не одевалась Как бы Она не Выставлялась Свою красоту На внешность Это будет Просто-напросто Неприятно Знаете На первый взгляд Может быть Она бросится В глаза Какая красивая Женщина Но стоит Пообщаться С этим человеком Вот так Лицом к лицу И ты увидишь Что вся эта Внешность Это просто Оболочка Внутренность Совершенно Не имеет Никакой красоты И вот Писание нам Тоже учит И говорит Притча 11 Глава 23 стих Что золото В носу У свиней То женщина Красива И безрассудна Извиняюсь Сестры Может быть Я Сегодня так Сказал Такое место Но я Просто говорю К тому Чтобы Мы понимали Чтобы наши Жены Они понимали Что внутренняя красота Как для Бога Как и для мужа Это главное Но и внешняя Красота Имеет Немалое значение Поэтому Пускай нас Бог благословит Апостол Петр Называет внутреннюю красоту Нетленной Непроходящей Иными словами Когда женщина Или девушка Молода Что бы она Даже ничего не надо ей делать Она красива Правда? Красива Естественно Смотришь на нее Глаза ясные Горят Вся светится Приходит возраст Понятно Женщина начинает Морщинки Появляться Она начинает Там крема налаживать Как-то разглаживать Все это Это тоже все нормально Когда женщина за собой следит Но вопрос в том Что если женщина Имеет внутреннюю красоту Как бы она не старела Или как бы она за собой Не ухаживала Все равно Она будет старой Придет такой момент Но если Эта внутренняя красота У нее есть Она будет возрастать Написано С каждым днем Внутренне Она умножается Каждый день И когда Бывает Смотришь на человека Который прожил Может быть Всю свою жизнь Посмотришь на него Что он уже такой старый Ты поговоришь с ним А тебе приятно С ним находиться Тебя тянет Тебя тянет К этому человеку Тебя тянет К этой сестре Старице Потому что ты видишь Что из ее глаз Лучи светятся Потому что Внешность прошла А внутренность Которая была у ней Которую она достигала Которую стремилась Она возрастает Все больше и больше И никакая старость Не потеряет Привлекательность Женщины Если она имеет Внутреннюю красоту Которую никогда Не перестает Аминь или нет Аминь Итак Мне бы хотелось Может быть Коротко Но коснуться Таких важных вещей Что Мешает женщине Быть красивой Сестры Вы только не обижайтесь Хорошо Я же не говорю Что это у нас такие Я просто Это говорю для того Чтобы мы просто Взвешивали саму себя Придет может быть Время Когда будет день Папы и папы Николай Иванович Приготовит проповедь Он будет говорить Как и папа Должен быть А сегодня Выпала мне такая честь Видеть вас Красивыми и прекрасными И самое главное Я это говорю для того Что как говорит Писание Что Напоминайте Говорите Чтобы возбуждать Чистый смысл Истинного бытия Человека Истинного бытия Женщины-христианки Девушки-христианки То что есть Важно Первостепенно А есть вещи Которые Второстепенные И чтобы Наши жены Они были Искателями Важного То что Необходимо И то что Ценит Бог Самое главное То что Ценит Бог Пускай Бог Болосовит Итак Что мешает Женщине быть красивой Первое Крикливость В чем Она выражается Внешностью Она может Выражаться Крикливость И внешность Не должна быть Крикливой Дорогие мои Сестры Женщина Не должна Выпячивать себя Посредством Внешности Внешнего вида Если Эта женщина Делает То Женщину-христианку Маму-христианку Девушку-христианку Это не делает Красивой Как бы она Не выглядела Модно Как бы она Не выглядела Привлекательно На первый взгляд Знаете Писание говорит Что женщины Не должны Себя Украшение Такое Не украшение А Внешнее Плетение Волос Но Без этого Мы тоже Не можем Обойтись Женщина Всегда Обязательно Причесывает Причесывает Заделает Красиво И Когда красиво То красиво Но знаете Что интересно Возможно Вот эта проблема Существовала И существует Не только В нашем веке Это существовало Возможно Всегда От начала От Адама И Евы А может быть Только От Евы Но Что самое Интересное В третьем веке Александр Климент Будучи пастором Он Даже создал Особый трактат Трактат На тему Чтобы Женщины Высыпались Знаете Что получалось Там В то время Женщины Христианки Не могли Высыпаться Они Приходили Уставшими Они Приходили Изнуренными Потому что Они Не могли Нормально Спать А причиной Этому Была Прическа В то время Была Мода Делать Прическу Такие Высокие На голове Может быть Вы когда-то Видели Картинки Исторические Или фильмы Такого В того времени И самое главное Они украшали На голове Такие Разные Золотые Орнамент Это проблема Да вот Сегодня Мы В наше время Ну Я вроде Не видел таких Больших Причесок Наши женщины Все очень Красиво Но это Напоминание Что прическа Имеет тоже Большое Значение И отношение Пред Богом В притче Седьмой Седьмой Главе Говорится Что крикливость В одежде Присуща Блуднице Поэтому Крикливость У женщины Христианки Никак Не должна Именоваться Благословенность Господь Гордость Но гордость Она имеет Очень много Сфер В чем Она может Выражаться У женщины И что Не украшает Женщину Почему гордость Потому что В том же Самом В том Древнем Времена В начале Нашего Века Получалось Так Что Одежда Для женщины Которая Была Очень Красивая Она была Очень Дорогая Я думаю Что Может быть Сейчас Ничего Не поменялось Версачи Бугатти Еще Что-то Такое Очень Дорогая Одежда Модельеры Различные Шьют Но Самое Интересное Что В то Время Женщины Выпячивались Этим Образом Так Что Та Которая Имела Возможность Отменять Наряды Каждый День Показывала Значимость В обществе Что Это Значимые Люди Это Богатые Люди И тем Самым Они Ущемляли Неимущих Христианок Женщин Которые Не могли Себе Позволить Купить Дорогую Одежду Потому Что В то Время Очень Прекрасная Дорогая Одежда Стоила Очень Больших Денег И Поэтому Гордость Она Не украшает Женщину И Женщины Не должны Быть Властны Чем Больше Женщина Проявляет Власть Над Мужем Тем Больше Идет Обратный Эффект Обратный Эффект Правда Бывает Мужья Уже Махают Рукрами Говорят А уже Как будет Так Будет Но Это Неправильно Женщина Не должна Быть Властной Вспоминаете Такая Была Царица Изавель Кто Знает Изавели Кто Слышал О ней Это Прообраз Гордого Надменного Человека Гордой Женщины Которая Правила Бедным Ахавом Да Он Был Грешный Самое Интересное Что Все Зло Которое Совершило Ахав Все Зло Источником Знаете Кто Был Изавель Родненькая Милая Которая Лежит На одной Постели И на ушко Шепчет Поэтому Женщина Не должна Быть Властной Наоборот Нам Писание Показывает Другой Пример Девушка Мария Которая Писание Говорит Бог Презрел На Смирении Ее Бог Увидел Смирение Это Украшает Женщину Смиренная Женщина Неопрятность И Неаккуратность Также Не украшает Женщину Как мы Уже Сказали Что Космос Это Гармония То Бог Желает Чтобы Эта Гармония Сходила Из Сердца Женщины И Красота Должна Выражаться В Гармоничной Жизни С Богом Нескромность Тоже Не украшает Женщину Истинная Красота Никогда Не будет Дерзкой И Сексуально Вызывающей Никогда Дело В том Что Под влиянием Этого Мира Знаете Иногда Христиане Женщины Христианки Одеваются Немного Вызывающе Нескромно И Поэтому Женщина Должна Знать Что Бог Ценит Скромность Бог Хочет Видеть Чтобы Женщина Христианка И Девушка Христианка Были Скромные И Мы Понимаем Что В нашей Жизни Мы Имеем Разные Сферы Общения Мы Находимся В церкви Мы Иногда Выезжаем Вне Церкви Какие-то Парки Общественные Наши Такие Мероприятия Мы Находимся Дома И Мы Понимаем Что Везде Одежда Всегда Помнить Невзирая Где Вы Находились Что Бо Вы Не Делали Ваша Одежда Должна Быть Скромная Она Не Должна Быть Вызывающей И Писание Нам Об этом Говорит Это Апостол Петр Павел В послании К Тимофею Говорит Чтобы Так же Жены В приличном Одеянии С Остыдливостью И Целомудрием Украшали Себя Благослови Господь Знаете Бывает Такое Слышишь Когда Мужья Говорит Или Жена Говорит А Моему Мужу Так Нравится Знаете Дорогие Нет У вас Вкуса Не У жены Значит И Не У мужа Это Не Библейские Вкусы Библейские Вкусы Говорят Об Об Обратном Женщина Должна Деваться Как Прилично Святым Так Чтобы Это Не Вызывало И Не Бросалось В глаза Чтобы Это Доставляло Благодать Глазам Нашим Пускай Господь Благословит И Красота Как я уже говорил Что женщина Должна Начинаться С ее Души Я Задам Вам Вопрос Братья и сестры Вернее Больше Задам Вопрос Сестрам Сейчас Вы молодые Прекрасные Но Будьте Старые И Вот вопрос Даже Сейчас В ситуацию Такую Вдруг Попадем В очень Сложную Ситуацию Вот если сегодня Посмотреть Что происходит На курении Сложная Ситуация И Женщины Там Не Способны Украсть Себя Тем Что Украшает Сегодня Женщина Потому Что Сегодня У нас Свобода Если Все Это Забрать В Одно Мгновение Просто Забрать Как Будешь Выглядеть Ты Прекрасно Ли Если Внешний Эффект Заберется Будешь Ты Выглядеть Прекрасно Будет Ли Из Твоего Сердца Начать Та внутренняя красота Которая Драгоценна Богу Которая Важна И Необходима Богу Если Будет Хайбов Славит Чтобы Это Было Так Действительно Писание Нам Открывает Очень Интересный Текст Это Исаия 3 Глава 16 19 Я Не Буду Зачитывать Эти Места Я Просто Напомню О чем Там Говорит Там Говорит О том Что Бог Говорит За То Что Женщины Кричавой Поступью Поднимает Высоко Голову Свою Показывая Всю Свою Внешнюю Красоту Бог Говорит Настанет То Время Когда Я Отниму Эту Красоту И Весь Смысл Этого Текста Заключается В том Что Бог Не Против Красоты Женщины Бог Хочет Чтобы Женщина Одевалась Прекрасно Чтобы Она Выглядела Прекрасно Чтобы Она Украшала Себя Чтобы Это Была Гармония Чтобы Это Была Не Броскость В Глаза Но Беда В То В Время Что Их Главная Цель Или Главный Эффект Это Был Внешний Эффект Из-за То Что Они Проявляли В Свой Внешний Эффект Главный Своей Истины То Поэтому Бог Говорит Придет Время Я Сниму С Немножко Ниже Чем Внутренняя Красота Которую Ценит Бог Итак Что делает Женщину Красивой Благочестие Делает Женщину Красивой Это Ну Если Разбирать Слово Благочестие Это Немножко Занимет Много Времени Поэтому Я скажу Очень Сокращенно Истинное Хождение Это Стремление Угодить Богу Красота Начинается С того Что Женщина Прежде всего Ходит В присутствии Бога Она Ищет Что Важно Для Бога Она Ищет Что Необходимо Сделать Чтобы Богу Было Приятно А Потом Уже Все Остальное Вторая Драгоценность Это Кротость Где Находится Кротость На конце Языка Женщина Должна Быть Кроткой Это Украшает Ее А Если Она Сварливая Если Она Злобивая Если Она Не закрывается Никогда Рот Значит Кротости Там Нет И Знаете Слово Божье Нам Дает Очень Много Эпитетов В Отношении Некроткой Жены И Он Говорит Так Что Если Жена Некроткая Это Как Непрорывная Капель Капает Капает Поставьте Уже Ветро Что Она Там Капает Так Надоедает Ухо Уже Устало Она Все Капает 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 Это Не Украшает Женщину Христианку Затем Есть Такое Понимание Что Лучше Жить На Кровле Залезть На Крышу Знаете Что Кровля Там Где Уголок Сочетается Сесть Это Лучше Жить Там Нежели Со Сворливой Женой Не С Кроткой Женой Я Не Знаю Почему Писание Приводит Эти Эпитеты Оно Показывает Нам Это Не Ради Того Чтобы Просто Красиво Сказать Но Оно Показывает Что Это Важно Важно Понимать Важно Знать Что Женщину Христианку Девушку Христианку Украшает Кротость Она Очень Сильно Украшает Ее Молчаливый Дух Все За что Такой Молчаливый Дух Это Значит Молчать Молчать И Молчать Да Не Это Не Об этом Говорится Молчаливый Дух Это Спокойный Уравновешенный Дух Он Исходит Тогда Когда Женщина Христианка Довиряет Христу Когда Ее Сердце Открыто Незирая Ни на Какие Обстоятельства И самое Интересное Книга Анны Ортфорд Говорит Очень Интересно И даже Говорит Очень Четко И Понятно О том Что Такое Молчаливый Дух Она Пишет Так Своей Книге Когда Женщина Имеет Божью Красоту Кроткий И Спокойный Дух Она Не Угрожает Тем Кто Вокруг Нее Она Не Конкурирует Она Не Требует Своих Прав Потому Что Она Уверена И Безопасна В Боге Она Доверяет Богу Который Возносит Ее В свое Время И Своим Способом И Он Действительно Действует Так Дорогие Наши Прекрасные Жены Пускай Бог Благодарит Чтобы Ваш Дух Был Спокоен Не Взирая На Какие Обстоятельства Может Я Несовершенный Правда Всегда Находятся Ошибки Но Пускай Бог Даст Вам Понимание Чтобы Вы Всегда Взывали К тому Кто Знает Вашу Проблему Кто Знает Вашу Нужду Кто Понимает Вас Более Порой Даже Чем Муж И Обязательно Поможет Вам Если Вы Будете Иметь Спокойный Оравновешенный Дух И Это Очень Сильно Украшает Женщину Добродетель Это Тоже Очень Важно Апостол Петр Говорит Что Как Некогда Украшали Себя Жены Повинуясь Мужьям Своим Так Жи Вы Украшайте Себя Повинуясь Мужьям Делая Добро Да Не Унывайте Нет Какого Страха Добродетель Это Очень Важно Это Очень Необходимо И Знаете Очень Интересный Красочный Пример Мне Нравится Заруф Эти Две Женщины Руф И Найминь Которые Прошли Уже С Моавитских Земель Вы Помните Да Они Прошли В Бедноте И Нищете И Даже Руф Найминь Говорит Не Называйте Меня Больше Найминь Я Несладкая Называйте Меня Марою Я Горькая Потому Что Горе И Печаль Постигли Меня И Мой Дом Моих Два Сыновья Умерли Мой Муж Умер Невестка Одна Просилась Я Отправила Домой Мы Только Двое Прошли И Самое Интересное Что Почему Наруф Обратили Внимание Вы Помните На Добродетели Ее Вооз Увидел Ее Добродетельную И Это Очень Сильно Бросилось В глаза Вооз Это Красота Которая Бросается Сама Когда Женщина Христианка Является Добродетельной И Самое Все узнали Что Она Принесла Мамитскую Моду И Она Очень Крутая Правда Нет Не Принесла Мамитскую Моду Нет Она Добродетельная И Бог Презрел На Ее Добродетель Она Вышла Заму Завоза Родила Отца Давида И Она Вошла В Разусловию Иисуса Христа Господь Понимать И знать Что Это Украшает Вас Дорогие Наши Мамы Жены Пускай Вас Бог Госсовит И Ну Знаете Что Я Все Это Привел Не Для Того Чтобы Сказать Жены Я Уже Повторялся Еще раз Повторю Чтобы Вы Неправильно Меня Поняли Вы Должны Одеваться Красиво Вы Должны За собой Следить Вы Должны Делать Все Так Чтобы Это Было Прежде Всего Угодно Богу Я Просто Уверен Что Вся Женщина Которая Будет Украшать Себя И Скажет Боже Ты Посмотри На Меня Дай Мне Понять Правильно Ли Я Делась Правильно Ли Я Украсилась Правильно Ли Я Сделала То И Другое Бог Непременно Даст Когда Женщина Ищет Этого Это Та Красота Которая Украсит Вас И Последнее Что Я Хочу Сказать Это 31 Голова В Притче Я Не Буду Так И Душевно И Одно Качество Говорит О Внешности Это Уже 22 Стих Там Сказано Так Она Делает Себе Ковры Весон И Пурпур Одежда Ее И Вот Если Сестры Послушайте внимательно Если У вас Вашей Жизни Будет Соотношение 21 К Одному То Если Вы Будете На Первое Место Ставить Тих 21 Качество Духовного И Душевной Добродетели И Одно Качество Возьмете Как Для Красоты Для Себя Это Будет Совершенная Форма Вы Будете Прекрасны Как Снаружи Так И Внутри Пускай Вас Бог Благословит Пускай Дорогие Наши Родители Мамы Папы Папы Божи Мамы Ваша Жизнь Будет Только Прекрасно И Хорошо Я Сказал Эту Тему Для Того Чтобы Мы Помнили И Знали У Бога Есть Ценности Которые Он Очень Сильно Ценит Как И Внешне Так И Внутренне И Поэтому Пускай Ваша Жизнь Будет Космос Ваша Жизнь Будет Гармония Во Все Совершенство Орнамент И Красота И Мы Хотели Сейчас Совершить Сердце Мы Это Мужья Мы Это Дети Как Большие Так И Малые Помолиться За вас Наших Дорогих Матерей Совершить И Сказать Искренные Слова Чтобы В вашей Жизни Действительно Было Счастье Мир Радость Благословение Чтобы В вашей Жизни Какие Беды Не Проходили Вы Имели Упование На Живого Бога Чтобы Имели Доверие Богу Чтобы Вы знали Что Бог Вас Никогда Не Оставит Ни При Каких Обстоятельствах И Чтобы Нам Это Сделать Сделать Торжественно Сделать Красиво Мы Хотим Чтобы Все Наши Дорогие Мамы Вышли Сюда Наперед Я Прошу Вас Дорогие Наши Мамы Сестры Прямо Сейчас Выходят Вставайте Дорогие Пожалуйста Наши Дорогие Мамы Выдите Сюда Наперед Мы Хотим Совершить За вас Эту Искренную Молитву Братья Служителя Братья Служителя Пожалуйста Я Прошу Вас Выстроиться Сюда Вот Сюда Все Служителя Дьяконы Просветера Все Кто Им Дерзновение Помолиться Пожалуйста Сюда Вперед Проходите У нас Немало Мам И Все Такие Прекрасные Дорогие Братья Все Кто Останется В Зале Вы Можете Во Молитвы Простирать Ваши Руки В Сторон Платформы Где Стоять Ваши Дорогие Мамы Где Стоять Ваши Жены И Сказать Самые Приятные Слова Господу Про Них Им Вы Говорите Приятные Слова Каждый День Много Говорить Это Хорошо А Сейчас Пошло Время Сказать Добрые Слова О Них Господу Конечно Братья Там Совершая Моритву Вера Боже Наш Мы Благодарим Тебя Благодарим Тебя За Сына Твоего И Иисуса Христа И Благодарим Тебя Что Ты Однажды Сотворил Еву Такой Прекрасной Для Адама Что Она Смогла Наградить Физической Красотой Всех Наших Женщин Выключая Многие Тысячелетия И до Сегодняшнего Дня Все Наши Мамы Все Наши Женщины Они Очень Прекрасные Это Потому Что Ты Их Такими Сотворил Но Мы Господь Ценим Ихню Доброту Ихню Любовь Ихню Жертвенность И За Это Также Тебя Благодарим И В этот Праздничный День Когда Страна В которой Мы Живем Ожидает День Почтения Своих Матерей Мы Господь Просим У Тебя Благослови Наших Матерей Благослови Наших Жен Благослови Прекрасных Наших Сестер Пусть На них Будет Твоя Десница Пусть На них Будет Твой Бальзам Пусть На них Будет Твое Помазание Да Будь Они Украшением Твоей Славы В Домах Своих В Церкви Твоей Да Создают Уют Духовный И Материальный Во Имя Твое И для Славы Твоей Мы Это Просим Тебя Хвала Тебе Поклонение Тебе Наш Бог Отец Сын И Дух Святой Аминь Будьте Благословены Оставайте Все На ваших Местах Никто Покада Не Уходите Сейчас Молодежь Наша Пройдет Дасть Вам Знак Уважения По Цветочку И пусть Это Будет Вам Напоминание Как Большой Букет В вашей Руке Потому Что Если Собрать Все Розы Вместе Это Большой Букет И Этот Большой Букет Делим На Каждого Из Вас И Покуда Все Не Получат Не Уходите Я Думаю Что Фотографировать Вас Еще И С Цветочками И Покуда Молодежь Дарит Эти Цветочки Я Хочу Еще Раз Напомнить Всем Нам То Что Бог Подарил Прекрасное Слово Сегодня Для Нас И Для Наших Женщин Дорогие Наши Мамы Жены Бог Сегодня Сказал Что Вы Обладаете Двома Видами Красоты Это Внешняя Красота И Это Внутренняя Красота И В то же Время К Внешней Красоте Относят Три Главных Момента Это Одежда Второе Это Прическа А Третье Это Украшение Конечно Больше И Нечего Добавить И Пусть Все Этих Три Будь У вас Прекрасными Мы Не Хотим Видеть Ваши Головы Прежде Времени Сады Мы Не Хотим Ваши Головы Видеть Непокрытые Во Время Молитвы Мы Не Хотим Видеть Вашу Одежду Которая Нескромная Или Которая Негармоничная Или Которая Неприличная Пусть Бог Вас В этом Благословит И так Само Сегодня Было Сказано Что Есть Три Вида Внутренней Красоты Много Больше Говорились Я Общаю В Три Внешних И Три Внутренних Первая Внутренняя Красота Это Она Проявляется В Характере Тихость Скромность Молчаливость А Вторая Красота Проявляется В Добрых Делах Открытая Длань Жертвенное Сердце На добрые Дела И Третья Внутренняя Красота Проявляется В любви В любви К мужу И В любви К детям И Поэтому Сегодня Бог Сказал Всем Вам И Нам Внешняя Красота Без Внутренней Ничего Не Значит Только В гармонии Когда Есть Внутреннее И Внешнее Эту Драгоцену И Людям И Бог И Главное Люди Так Говорят То Что Является Внешностью Любой Женщины Это Результат То Что Находится В Нее Внутри Если Внутри Мир С Богом И Порядок Это Проявляется И На Внешность Говорил Когда То Брат Юрий Такую Фразу Если На Голове У Мужчины Или Женщины Что То Похоже На Взрыв На Вокровной Фабрике То Это Такое Внутреннее Состояние Внутри Будет Для 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 Ваших Семей Будьте Счастливы Мы Вас Любим Мужчины Чьи тут Стоять Жены И Мами Пожалуйста Громко Вы Можете Сказать И Помахать Всем Рукою И Сказать Мы Вас Любим Мы Вас Любим Мы Вас Любим И Будем Любить Такими Как Вы Есть А Молимся Чтобы И мы И вы Были Совершенны Благослови Вас Господь Благослови